Дорогие мои, всем доброе утро. 18 ноября, Москва. Налогово-экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, у нас сегодня с вами в выпуске. 70% руководителей заявили о высоком уровне доверия к бизнесу в обществе в 2022 году. Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске в Москве 12 новых производств. Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля фонда развития промышленности. Весь Дальний Восток может стать единой территорией опережающего развития. Новостей не очень много, но они достаточно емкие. Сегодня, кстати, еще я вам выложу из курса по финансовой грамотности Центрального банка очередную главу. Будет ссылка, кстати, под этим видео. Так, давайте разбираться с новостями. Значит, 70% руководителей заявили о высоком уровне доверия к бизнесу в обществе в 2022 году. Доверяют своим российским деловым партнерам 90%. Доверяют своим сотрудникам 93%. Доверяют клиентам 90%. Доверяют органам государственной власти 79%. Доверяют зарубежным партнерам 70%. Для 44% опрошенных лучший способ найти нового партнера, получить позитивную рекомендацию о нем от людей, чьей честности и профессионализме они не сомневаются. Благотворительностью занимаются лишь 55% российских компаний, прежде всего крупные и средние. В перечне, кстати, корпоративных ценностей, профессионализм, ответственность перед клиентами, стабильность ведения бизнеса и, в конце списка, социальная ответственность, охрана окружающей среды, стремление к инновации. Что, в общем-то, позволяет сделать вывод о том, что российский бизнес занят выживанием, о том, что будет через много-много лет, никто не думает, задача, в общем-то, как-то попытаться стабилизироваться сейчас. Все, точка. Больше никаких задач нет. Я не буду сейчас вам говорить о том, что говорит про малый и средний бизнес, крупный бизнес, и каким образом у нас, в принципе, в России создавался крупный бизнес. Об этом мы будем промолчать. Едем дальше. Значит, вице-премэр Ефимов сообщил о запуске в Москве 12 новых производств. За 9 месяцев текущего года власти Москвы выдали разрешение на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Участки для реализации масштабных инвестиционных проектов предоставляют в аренду инвесторов без проведения торгов. Это происходит с целью развития промышленного потенциала Москвы. Компании могут обратиться в Центр поддержки промышленности. Это новость о чем? Это новость о том, что если вы производственная компания, то, конечно же, для вас очень много сейчас возможностей существует. И особенно если ваш проект является инфраструктурным, тоже очень много возможностей существует. И это речь о том, что если у вас производство, если вы хотите его вдруг запустить на территории Москвы или Московской области для начала, начиная мы с этого региона, то мы можем вас проконсультировать по этому вопросу. У нас есть соответствующие эксперты. Опыт общения с бизнесом показывает, мой очень плотный опыт общения с бизнесом показывает, что в основном, конечно же, хотят заработать здесь и сейчас в моменте, а что будет потом, никому не интересно. Даже, например, вчера я с ребятами встречалась, они тоже говорят только про иксы, про ерды, а в производство никто вкладываться пока не хочет. Но, в общем, дело наше правое, мы, конечно же, победим, вопрос только времени. Так что вода камень точит, идем, идем своим путем, куда и вас приглашаем. Так, следующая новость. Значит, Минпромторг продаст банкам часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности. Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20-25 миллиардов рублей и не дожидаться планового возврата средств через 2-3 года. Так, и заключительная новость про Дальний Восток. Значит, весь Дальний Восток может стать единой территорией опережающего развития. Большинство тор в дальневосточных регионах прошли уже начальный этап развития 5-6 лет. На 1 декабря 2021 года объем привлеченных частных инвестиций составил почти 400 миллиардов рублей. Создано 38 300 рабочих мест. Муниципальные образования с режимом тор развиваются быстрее. Это показывает исследование. На Дальнем Востоке сейчас создано 22 территории опережающего развития, каждая из которых покрывает какую-то часть региона и имеет свою специализацию. Говорила вам и, в общем-то, не устану повторять, что, ну, кстати, вот в нашей карте дорожной вот с каждым днем появляется все больше и больше нюансов. То есть если я вам раньше говорила о том, что я собираю первое в России сообщество ультрапрофессионалов, которые имеют каждый из которых свою специализацию, да, ультрапрофессионалы, это с одной стороны, с другой стороны у нас, соответственно, отрасли экономики, а теперь у нас появляется еще третья история, которая называется территория. Сейчас все, абсолютно все говорят про комплексное развитие территорий, что нельзя подходить к вопросу однобоко, ну и так далее. Поэтому очень просто масштабная тема. Ясно, что всю картину нужно собирать, всю картину нужно собирать очень ювелирным способом, чем, собственно, я и занимаюсь. Так что всем хорошего дня, все обещанные ссылки будут под этим видео. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok